С 12 по 23 января этого года в городе Сочи проходил 33-й международный фестиваль команд КВН Киевин 2022. 500 команд участниц, среди них 5 из Алтайского края. Как проходил фестиваль и почему многие считают, что этот Киевин самый удачный для нашего края. Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях Никита Свиридов, дважды чемпион Барнаульской лиги КВН и директор Краевого дворца молодежи. Максим Власов, участник команды КВН «Не зарекайся» в Синдер России по Алтайскому краю. И Марието Саркисян, участница команды КВН «Экстрим» села Сычевка, представитель КВН-движения в Алтайском крае. Ребят, привет! Всем привет! Здравствуйте! Вам тоже привет большой! Ну что, фестиваль в Сочи для КВН, для игрока это, наверное, рай. Ребят, давайте с вами начнем. Как пожелает Сочи, как фестиваль, поделитесь эмоциями. Мы это предоставляем тебе, Героя Слава. Для меня эта поездка была тоже очень неожиданной, но максимально приятной. Это время, когда ты можешь провести... Эта поездка такая, знаете, когда ты время можешь провести с пользой, конечно, и как бы отдохнуть, и набраться опыта, и познакомиться с интересными людьми. Вот. Конечно, наша главная цель была выступить, достойно представить команду, регион. Вот. Я думаю, что у нас это получилось, и мы приехали такие, знаете, вдохновленные, заряженные уже на новый сезон здесь у нас в Барнауле, поэтому посмотрим, что будет. Макс, давай, со своей стороны, со стороны Уфсина. Хотелось бы сказать, что поехали вроде отдыхать от работы, на самом деле нет, это была командировка, поэтому мы в режимах командировки работали и точно так же маленечко отдыхали. Поэтому, знаете, как, на мой взгляд, КВН – это движение жизни, и Уфсин вместе с КВНом движется дальше, вперед, смешим. Наша команда выступила тоже очень хорошо, мы хорошо поработали. Спасибо моей команде непосредственно Уфсин России по Алтайскому краю, не зарекайся, они молодцы. Спасибо руководству, которое нас поддержало в данном направлении. И все вот эта работа наша непосредственно с руководством, с командой дало то, что мы выступили очень хорошо на Кубке в СИН и в Сочи на Кевине непосредственно. Никита, расскажи для наших телезрителей, чтобы тоже было понятно, команда выступает, они получают рейтинг и повышенный рейтинг, что это дает командам и что лучше из этого? Конечно, лучше повышенный рейтинг, лучше второй тур, а еще лучше высшая лига, но мы пока довольствуемся только повышенным рейтингом, у нас три команды взяли повышенный рейтинг, на моей памяти такое впервые, и в принципе, чтобы пять команд ехало представлять регион, это тоже впервые. Поэтому я считаю, что этот сочинский фестиваль действительно очень удачный, в принципе, для КВН движения Алтайского края. Макс, многие считают, что фестиваль в Сочи, да, это просто ты приехал, выступил, уехал. Расскажи тезис на вот ваш распорядок дня, например, с самого утра и до самого вечера, то есть это редактуры, выступления, репетиции. Да, я понял. После того, как мы приехали в Сочи, непосредственно заселились в гостиницу. Я тебе прибью, еще ты мне до начала интервью говорил, что сколько, 16, да, или часов улетели? 18 часов, да, добирались до Сочи, получилось так, но тем не менее уставшие, мы заселились в гостиницу и сразу пришли к главным редакторам, представителям УФСИН. И с ними был такой разговор, сразу определялось, допустим, утром встаем, это у нас завтрак, подъем у нас был в 7 утра, 8 мы уже завтракали к 9, первый прогон непосредственно командой собирались, прогонялись наш материал, ориентировочно где-то часов в 11 была уже первая редактура, однозначно ходили на редактуру, после редактуры обеденное время было и опять прогонялись, потому что следующая редактура была в 6-7 вечера и подготовка, 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 потому что без этого выступить хорошо не получится. Вот, и поэтому распорядок дня был довольно-таки очень тяжелый, и ребята с этим справились. Каждый раз мы друг друга подбодрили, тот, кто вроде более сильнее уставал, мы наоборот его бодрили, шуточки, затейливые, скажем так, и человек вставал опять на ноги и продолжал работать в том направлении, которое необходимо для нашей команды, чтобы выступить хорошо. То есть это, с одной стороны, и отдых, и тяжелая работа, в кавычках. Да, в кавычках, согласен с тобой. Но работа в кайф. Да, в кайф, действительно, это очень интересно, потому что встреча с другими командами, которые тоже ребята с разных регионов России, и мы все дружно друг другу помогали, даже выходили на сцену к другой команде, допустим, просили помочь массовку, да, создать, и мы выходили в форме, когда надо было, они просили, когда надо было, без формы, скажем так, в гражданской одежде, да. Вот, поэтому мы держались, я думаю, на уровне, и соблюдая все регламенты, которые были установлены не только АМИКом, но и ВСИНом, все было очень хорошо и интересно. Мария, что было для тебя и для твоей команды самое сложное на фестивале? Самое сложное? Ну, для людей, которые, конечно, выходят постоянно на сцену, это волнение. Скажу вот лично про себя. Ну, я давно человек сцены, но это другая сцена, другие ощущения, потому что КВН только недавно пришел в мою жизнь, и было вот важно правильно настроить, наверное, себя и команду перед выходом. Потому что бывало такое, что ты вроде как бы настроен, ты можешь перегореть в какой-то момент, потому что ожидания, очень много команд, это все очень быстро-быстро происходит, ты постоянно репетируешь, вот перед выходом тоже ты репетируешь, ночью ты репетируешь, готовишься, вот, и важно не перегореть, правильно вот эту энергию свою подать. Поэтому было важно вот выйти с правильным настроем, наверное. Но у нас это получилось, я очень рада, наша команда справилась, нас очень тепло приняли, вот, мы хорошо выступили, и очень нам повезло, что мы в первый день выступили, потому что, конечно, многие ребята, кто уже не первый раз приезжает, мне удалось встретиться там со своими знакомыми, которые вот с разных городов России, но тоже приехали туда, они говорили о том, что очень круто, что вы в первый день выступили, и у вас потом была возможность спокойно уже, да, посмотреть другие команды, сходить на какие-то мастер-классы и так далее. Поэтому, ну, вот, в этом случае нам повезло, вот, и, как бы, мы получили вот эту энергию, которую ты даешь, обратно мы ее получили, я думаю. Никита, расскажи, вот, есть команда КВН, да, которая только начинает свой путь, что ей надо сделать, чтобы приехать, и, наверное, заслуженно, да, получить путевку в Сочи, чтобы не просто сами не поехали, а именно вот по признанию, так скажем. По признанию, это победить в сезоне, у нас победитель сезона получает путевку в Сочи, так хорошо сложилось, что в этом году так сложились звезды, что в этом году у нас несколько путевок было разогрено в финале, и несколько команд на Кубке Губернатора по итогам Кубка Губернатора поехало в Сочи. Если человек стоит только на распутье, начинать или не начинать эту деятельность, в принципе, при любом выборе что-то делать, либо что-то не делать, нужно выбирать действия, поэтому нужно начинать. Есть школы КВН, которые проводятся, в вузах тоже достаточно позитивно настроены к КВН-движению, вузов всегда поддержат, помогут, направят, команда формируется, в сентябре традиционная школа КВН, уже традиционная в этом году будет школа КВН, приезжают туда, там какие-то азы по работе с командой, по работе менеджера команды, по работе с редакторами, по концепции выступления, по написанию шуток, по актерке, по звуканке, по видеоконкурсу. В общем, там дают пол тех знаний, с которыми можно уже выходить в такой большой Барнаульский КВН, большой Алтайский КВН. Знаю, что в Сочи приезжали очень такие мощные команды, да, и Максим мне рассказывал, что они там приезжают полный состав, вплоть до режиссера, и там Чайковский, да, такое. А как нам дорасти до такого же уровня, чтобы и в Алтайском крае была вот прям полноценная команда? Ну, официальный статус в этом году нам вернулся спустя некоторый промежуток, и он дает нам не только обязанности, он нам признает наши заслуги перед всей общей КВН семьей Российской Федерации, всей общей КВН планетой. Вот, это наш первый шажок, я думаю, мы постепенно-постепенно придем к тому, что у каждой команды будет, которая хочет этим заниматься, у каждой команды будет режиссер и авторская группа, и какие-то там другие аспекты большого КВНа, телевизионного КВНа. Мы к этому придем со временем обязательно. Ну, то есть можно сказать, что это дело времени? Я надеюсь, что это дело времени и дело желания, прежде всего, у самих КВНщиков. Легкую затравочку сделали для начинающих КВНщиков. Ребят, когда вы смотрели выступления других команд, на что обратили внимание в первую очередь? То есть на какие темы шутят другие регионы? То есть насколько специфично отличается Алтайский? Да-да-да, в КВН, да. Насколько наш юмор отличается от Уральского, там, Москвы и так далее? Не, ну в каждом регионе есть свои непосредственно какие-то проблемы, и КВНщики как бы их обшучивают, да, скажем так, юморят. И поэтому каждый регион пытается показать лучше, так же, как и мы, Алтайский край, пытаемся любую шуточку подать, скажем так, так, чтобы она зашла зрителю и понравилась тем же редакторам, тем же жюри. Поэтому, я думаю, все достойные шутки каждого региона были показаны, по крайней мере, именно на 33-м фестивале Кубка. Ну там есть, конечно, есть тема, на которой вечно шутят, да, конечно. Например, ну, чтобы стало с ним понятно. Ну, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, да, допустим, да. Это святое. И так далее. Между мастерковым командой, знаешь, отношения, да. Да, 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 есть внутренние, то есть именно касательно внутри движения КВН, да, свои вот эти вот шутки, моменты. Ну и, конечно, каждый пытается свой регион тоже как-то вот представить, какие-то изюминки свои, да, чем отличаются. Особенности какие-то. Поэтому, когда у тебя, конечно, регламент маленький, вот тебе нужно правильно выстроить стратегию, чтобы это все стрельнуло, конечно. Три минуты, грубо говоря, должны показать все. Год за три минуты. Все, что умеете, да. Да, да, да. Многие говорят, что кивин, да, это для одного КВН-чика, это финиш, да, что я застопарюсь на этом. А для кого-то, наоборот, старт. Лично для вас это финиш или старт? Я думаю, для нашей команды, по крайней мере, в СИМ, это старт большой, потому что опыт, мы набираемся опыта, мы пообщались с людьми, которые нам что-то подсказали, как двигаться дальше, на что делать упор, как показать себя лучше, с лучшей стороны. Поэтому это старт обязательно. Для команды, не зарекайся, это огромный старт, я бы так сказал. Я думаю, для нашей команды, конечно, тоже непосредственно это старт, потому что, ну, для многих участников нашей команды это был первый фестиваль, соответственно, поэтому это хорошее начало. Скажем так, мой первый фестиваль. Мой первый фестиваль, да. Есть даже песня такая. Мой первый фестиваль. Нет, для команд, которые не играли в центральных лигах, в лигах там высшего уровня, фестиваль КВН, он дает полную перезагрузку всего мышления, и после фестиваля, прям с новыми силами, я по себе знаю, с новыми силами охота творить, делать, действовать. Двигаться дальше. Никита, расскажи, какие сейчас игры ожидают по КВН в Барнауле, куда можно заходить, какой уровень? Подписывайтесь на Инстаграм, вступайте в группу ВКонтакте, там все афиши. Ближайшая игра – это Кубок молодого избирателя, она состоится уже в феврале, в середине февраля. Вот, потом дальше сетка сезона будет выстраиваться, мы уже официальная лига, и мы должны свой график подстраивать под более высшие лиги, выше статуса. Поэтому мы будем подстраиваться под ближайшие центральные лиги, под те же даже премьеры, первую лигу. Поэтому последующий график будет известен в ближайшее время, когда сетка вышки будет утверждена, от вышки пойдет премьерка, от премьерка первак, ну и так далее. И дойдет до наших официальных лиг, мы уже будем понимать. Но для нас, для Алтайского КВН, ближайшая игра – это Кубок молодого избирателя. Ребята, у вас какие планы у вашей команды в выступлении в Барнауле и за его пределами? Ну, пока начнем этот год с Барнаульской лиги, а там будет видно, как будем выступать. Если будем хорошо выступать и продвигаться дальше, почему бы и нет. После выступления в Сочи нас пригласили другие лиги, также центральная лига, красноярская лига и многие другие. Поэтому будем смотреть на наше непосредственно первое выступление в феврале, которое будет. И будут, если их приглашать, будем смотреть, опять же, кто нас пригласил. Возможно, две лиги сразу пригласят, возможно, одна. Там будет видно уже, куда поедем и с чем поедем. Ну, мы тоже точно так же сейчас уже списывались с ребятами, будем готовиться к молодому избирателю, кубок молодого избирателя. Но, по-моему, если я не ошибаюсь, уже только через, где-то в марте стартуют центральные лиги. Смотрим тоже. Ну, вообще, планы были. Часто эти звали, приглашали. Поэтому нужно правильно приоритеты расставить. Я думаю, что стоит поиграть, конечно же. Никита, кратко дай оценку, как КВН сейчас поживает на Алтае. То есть, явно после Сочинского фестиваля немножко поднялся рейтинг. Такая приятная тревожная пауза. Потому что команды увидели, как это может быть, как это должно быть. Насколько все это круто. К чему стоит стремиться. Мы надеемся, что сейчас, по крайней мере, как минимум, участников Сочинского фестиваля, они вот это все бурление идей будут транслировать на своих друзей, на всех участников Алтайского КВН. Поэтому мы думаем, что у нас с этого года прям будет заметный рост. Заметный рост. Будем в это верить. На этом наше время, к большому сожалению, подходит к концу. Играйте в КВН. А если хотите его посмотреть, то приходите на игры Барнаульской лиги КВН. Спасибо. 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 Продолжение следует...